Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, партнеры, которые собрались в эти дни в Москве, в Думе русского зарубежья имени Солженица. Мы очень сожалеем, что не смогли присутствовать лично, но наш представитель, наш руководитель Давид Пономарь, который находится в ваших рядах, все вам расскажет и покажет. Мы – это газета «Диаспора», которая выходит в городе Сакраменто, в столице самого солнечного штата Америки – Калифорнии. Да, я думаю, что вы помните вот эту знаменитую фразу из фильма «Формула любви», где Александр Абдулов и Стимон Фарада поют песню «Уна, уна, сантименто, уна, уна, сакраменто». Так это о нашем городе. Мы хотим познакомить вас с нашей редакцией и с работой газеты «Диаспора». Добро пожаловать в гости. Начнем, пожалуй, с этого помещения. За моей спиной вы видите иконостас. Это наши награды. Здесь вывешены различные дипломы, грамоты и сертификаты, которыми награждена газета «Диаспора» за активное участие в различных мероприятиях в городе, за освещение этих событий и за проведение некоторых мероприятий. Здесь есть грамоты от Россотрудничества, от Генерального консульства России в Сан-Франциско и диплом серебряного лучника. Ну а сейчас вы видите мое рабочее место, довольно-очень скромное, простое. Но в этом кабинете тоже есть награды, которыми мы очень гордимся. Одна из них от правительства Российской Федерации за подписью Дмитрия Медведева. Эту награду нам вручили на очередном конгрессе ВАРП в Шанхае. Следует сказать, что по некоторым данным в Сакраменто проживают около 150 тысяч русскоязычных эмигрантов, выходцев из всех республик бывшего Советского Союза. Естественно, здесь созданы сотни бизнесов. Работают магазины, кафе, рестораны, аптеки, есть юридические конторы, русские церкви, русские школы, спортивные школы. И, конечно, есть редакции. Редакции газет, радио и телевидения. Компания «Афиша» была создана в 1993 году и в эту компанию входит как одно из подразделений газета «Диаспора». И своей целью газета «Диаспора» видит объединение русскоязычных эмигрантов, сохранение русских традиций, национальных традиций, своей культуры, истоков и развитие этих традиций в условиях эмиграции. Ну а самая почетная для нас награда, которой мы особенно горожим, это вымпел от президента России, новатором производства, за наш ударный труд. Газета «Диаспора» стала первой, осмелимся предположить, что во всем мире, которая соединила силу печатного слова и современные технологии. В каждом номере газеты мы печатаем QR-коды. Как только человек подносит свой мобильный телефон к этому коду и сканирует его, газета начинает разговаривать. Мы начитываем наши статьи, мы загружаем фотографии, видеоклипы, то есть массу дополнительной информации, которую человек может получить вместе со статьей. Это в первую очередь актуально для подрастающего поколения, которое забывает русский язык. Если молодому человеку сложно прочитать статью, он может ее послушать. От Ларисы Василенко Как Андрюшу язык подвел Ежику Андрюше нравилось, что по утрам в выходной день за завтраком собиралась вся семья. Взяв в руки газету, можно слушать радио. На страницах Диаспора мы помещаем рекламу самых популярных радио-шоу нового русского радио. Сосканировав QR-код, можно слушать с помощью газеты радио в своем телефоне. Каждый четверг в 5.15 вечера на волне 16.90 М. Слушайте передачу Юрия. В газете Диаспора удается воплотить в виде поговорку «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Например, в последнем номере газеты вышло интервью с российской актрисой. Наведя свой мобильный телефон на QR-код, читатели могут увидеть трейлеры фильма. А если вы прямо сейчас отсканируете своим мобильным телефоном этот QR-код, то попадете на мобильную версию сайта Диаспора Ньюс. А сейчас мы находимся в нашей радиостудии, откуда идет прямое эфирное обещание утром и вечером. Утром новое русское радио, а вечером радио Афиша. Следует сказать, что радиовещание в Сакраменто было основано в 1996 году, именно в компании Афиша, под эгидой и руководством Давида Пономаря. Каждый день выходят наши коллеги в эфир. Я, кстати, тоже выхожу в эфир. Газета Диаспора – это не только моя одна обязанность, но и радио также. Я радиоведущий, как и все другие. У меня есть вечерние программы, есть авторская программа. Коротко о главном. Радио – это жизнь. Это пульс времени. Это пульс нашей жизни. Мы говорим обо всем, от рождения до смерти. И местные новости, прогноз погоды, трафик-репорт, обзор событий в мире, какие-то ток-шоу программы, христианские программы, радиомосты с другими городами и с другими. Компания Афиша – это медиагруппа, в которую входит информационный бюллетень, Афиша, газета, Диаспора, Новое русское радио, радио Афиша, интернет-вещание. Благодаря этому мы и пытаемся расширить нашу аудиторию. Наша масс-медиагруппа издает информационный рекламный бюллетень Афиша на 132 страницах. В нем собраны объявления, информация, реклама наших бизнесменов. Мы постарались вкратце вас познакомить с издательским домом Афиша в Сакраменто. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам больших успехов в вашей работе. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok